всем ли видна презентация все хорошо все видно я позволю себе оставить в таком режиме потому что вроде бы содержимое слайда видно не обязательно переходить в режим показа слайдов мне кажется и так все видно просто мне придется иногда перескакивать через слайд или возвращаться итак тема сегодняшнего занятия ну еще да прежде хочу поприветствовать всех слушателей наших курсов надеюсь что все лекции сегодняшняя лекция окажется хорошим подспорьем при подготовке и к сдаче и к вот ну независимо от того будет будете вы сдавать егэ не будете то есть окислительно-восстановительная реакция такая тема которая присутствует едва ли не везде есть задание собственно по составлению до уравнений окислительно-восстановительных реакций и выставление коэффициентов я бы сказал что это отдельная процедура вот я уже не говорю о том что в задачах могут быть вполне да и очень часто попадаются реакции к сительно-восстановительные нужно провести расчет по химическому уравнению без коэффициентов здесь не совладать поэтому over тема которая нас называется преследует едва ли не каждый раз когда мы сталкиваемся вопросом написать уравнение или решить задачу вот ведущим признаком по которому мы относим до ту или иную реакцию окислительно-восстановительным является что изменение степени окислей то есть если вы заметили если вы заметили что степень окисления даже какой-то один элемент изменил в ходе реакции да это повод поискать еще какие-то элементы какие которые меняют степени окисления вполне может быть что только один элемент меняет степени ксения сейчас мы будем давать классификацию увидеть что один элемент если он меняет то есть и повышает и понижает степень окисления диспропорционирование довольно широк распространенный класс реакции то точно так же два элемента то есть или два атома одного элемента который находится в разных степенях окисления могут выравнивать степени ксения это обратная реакция так называемое к пропорционирование не скажу что они часто но очень достаточно достаточно часто встречаются не каждый раз но вы можете их встретить поэтому если вы видите что меняется степень окисления это уже повод на отнести реакцию к разряду овэр итак ведущий признак это изменение степени окисления что такое степени окисления вы прекрасно знаете моя же задача сегодняшний показать что это очень условная величина вот она безусловно нам будет нужна но между этим понятием степени окисления и например валентностью зачастую бывает ну целая пропасть поэтому на степень окисления нужно смотреть именно сквозь призму валентности и итак что такое окисление восстановление вы хорошо знаете вот так же как какие вещества в пору именовать окислителями и восстановителями вот я бы отдельно подчеркнул тот момент что и окисление восстановления это как говорят химики два неразрывно связанных или сопряженных процесс что это значит если есть один то обязательно присутствует и 2 если кто-то отдает если кто-то отдает электроны то тут какая-то частичка обязательно их принимает то есть наряду с окислением всегда присутствует восстановление и наоборот если вы составили уравнение и какой-то элемент только лишь повышает свою степень окисления ну как вы не трудитесь коэффициента в этом уравнении коэффициента в этом уравнении вы скорее всего не выставить то есть ну начнете придумывать еще какие-нибудь элементы незаметно какой-то понизить свою степень окисления до восстановиться тогда может быть и удастся но все равно то есть грамотное рассмотрение реакция в р происходит именно с позиции того что должны присутствовать процессы и окисления и восстановления то есть вот имейте ввиду это два сопряженных процесса ну давайте с вами вспомним а какие же вещества обладают хорошими окислительными свойствами ну прежде всего это вещества то есть соединение содержащие элементы максимальных степенях окисления это вот позиция какая на третье нет даже четверто получается вот здесь то есть будучи в одной из максимальных степеней окисления элемент конечно обладает тенденцией ее понижению стремится понизить то есть присоединить электрон вот тем самым обладает хорошими окислительными свойствами ну какие-то часть какие-то вещества пермангана бихромат они очень часто нам попадается но наряду с бихроматом и хромат калия то есть разница между этими веществами в том что один присутствует преимущественно в кислой среде вот хромат же доминирует в щелочной среде они по окраске отличаются вот соединение марганца в степени плюс 7 то есть перманганат или марганцевая кислота безусловно проявлять только кислительные свойства но наряду с этим например манганат калия 2 марганца 4 тоже очень сильный окислитель даже двоокись марганца в кислой среде тоже проявляет хорошие кислительные свойства если говорить о соединениях висмута то это пяти валентный висмута ответил калий висмута 3 сильнейший окислитель даже позволяет перевести двухвалентный марганец в семивалентный марганец это качественная реакция на марганец двоокись свинца тоже очень хороший окислитель то есть заметьте двухвалентный практически не обладает даже восстановительными свойствами слабыми обладает а вот четырехвалентный почти исключительно проявляет именно окислительные свойства экзотику в виде феррата калия калия 2 ферма 4 я на ней не стану не стану останавливаться то есть естественно что железо свыше степени ксени свыше 3 да да и 3 валент на железу будучи является умеренным окислителем то есть если железо более высокой степени окисления на тоже обязательно уже будет проявлять окислительные свойства нитрат калия ну нейтральный раствор нитрата калия практически индифферентен то есть очень слабые окислительные свойства обладает но если мы сплавим нет селитру до калийный да еще внесем туда какой-нибудь щелочной агент например калию аш или калий 203 то такой вот щелочной окислительный расплав обладает очень сильными восстановительными свойствами то есть заметьте одно дело раствор практически не проявляет до раствор калина 3 кислительных свойств другое дело расплав да да при разложении нитрата выделяется кислород это в общем-то и обуславливает окислительную активность галогены мы хорошо знаем это едва ли не сильнейший кислитель особенно например что хлор то есть хлорная бромная вода которая у нас используют студенты лабораторных работах да это все тоже сильный кислитель кислород озон нельзя пройти мимо концентрированных кислот серная азот на причем азотный в любой концентрации причем здесь чем меньше концентрации тем казалось бы выше активность окислительно хлорная кислота мы с ними не часто сталкиваемся но тем не менее горячая хлорная кислота сильный окислитель еще раз подчеркну соединение которое содержит элементы в высших степенях окисления олова не 2 но 4 железа не 2 но 3 валентная медь 2 валентная да она может понижать степени ксения до плюс 1 до элементарных и вот последняя позиция точнее предпоследний соли благородных металлов то есть нитрат серебра если мы с вами проводим реакцию серебряного зеркала дает мы знаем что аммиачный растворок выступает окислитель то есть серебро восстанавливается до элементарного я уже не говорю про соли золота или платины то есть будучи благородные металлы будучи переведены в связанное состояние да вот эти соединения чаще всего комплексные обладают хорошими окислительными свойствами ну и нельзя не сказать о пероксидах да сама перекись водорода и пероксиды металла пероксид натрия баре это тоже очень хороший окислитель то есть при выборе при выборе при написании уравнений выборе окислитель ориентируйтесь на соединение содержащие элементы в максимальных степенях окисления если практика написания реакции овр у вас хорошая вы уже примерно знаете да какие вещества и перманганат и бихромат вот ну вряд ли на егэ попадется какая-нибудь экзотика хотя нет нет добывает ориентируйтесь по степени окисления то есть соединение содержащий элемент в одной из максимальных степеней окисления давайте вспомним восстановители конечно это преимущественно электроположительные элементы взять щелочные щелочные земельные металлы натрий магний то есть магниевая стружка вот сильнейшие восстановители цинковые гранулы вот в лаборатории безусловно то есть активные металлы железная стружка алюминиевая стружка свежеполученная да это все очень хороший восстановить все хорошие восстановитель водород конечно вот причем как молекулярный водород так и вещества которые способствуют при внесении например водный раствор выделению молекулярного водорода это гидриды натрий-боргидрид гидрид натрий комплексный гидрид натрий-боргидрид литий алюмогидрид это тоже очень все сильные восстановители вот и смотрите-ка в середине слайда идут позиции которые отражают соединение содержащие элементы в низших степенях окисления то есть ситуация противоположная то что мы с которым мы столкнулись при рассмотрении окислителей то есть если олова но уже не 4 а двухвалентная железа не 3 но двухвалентная двухвалентный хром сильнейший восстановитель если говорить о ванаде ну пяти валентный ванаде исключительно окислитель хотя не очень сильный а вот двух трехвалентный ванаде это все хорошие восстановители ну и наконец лабораторной практике вам будут попадаться типичные восстановители до сероводород сульфиды металлов сульфид натрия например йодист и калий очень хороший восстановитель аммиак хоть и не обладает сильными восстановительными свойствами но при определенных условиях выступает в качестве восстановителя гидрозин очень хороший восстановитель теосульфат оксалат натрия тоже все это очень хорошие восстановители ну и наконец вы уже стал сталкивались с этим некоторые органические вещества преимущественно из категории из классов непредельных соединений или вот взять альдегиды тоже обладает хорошими восстановительными свойствами с алкенами мы еще обязательно разберем уравнение реакции да то есть особенности написания реакции части органических соединений там алкены будут фигурировать естественным будет вопрос а что если элемент находится в какой-нибудь и степени окисления промежуточной степени окисления и скажем так невыраженных некий не окислительных невосстановительных свойств не демонстрируют вот здесь мы с вами сталкиваемся с таким понятием как окислительно-восстановительная двойственность то есть если элемент находится в промежуточной степени окисления он может как повысить так и понизить степени то есть может выступить как восстановителем так и окислительно все будет зависеть от того с кем он взаимодействует ну типичный пример типичный пример вот я перейду к следующему слайду это пероксид водорода вот видна ли шкала окислительных чисел кислорода да видно видно вот мы находимся в центре смотрите как правило перекись водорода мы это с вами хорошо знаем является очень приличным окислителем вот восстанавливается либо до воды либо в зависимости от условий то есть дает щелочную среду то есть до какого-нибудь основания вот но если на перекись водорода подействовать например тем же перманганатом который может быть только кислителем пероксид водорода становится восстановителем и он соответственно окисляется следующая до степени кисления следующая остановка это ноль то есть мы выделяется молекулярный кислород и это хорошо видно то есть достаточно прилить раствор перманганатокалия в трехпроцентной перекиси вот купленной в аптеке мы сразу видим бурное выделение газа без света без запах но если поднести лучинку мы увидим что она разгорится то есть явно что это кислород ну про более экзотическую степень окисления плюс 1 2 то есть если нам кислород подействовать еще более мощным окислителем шестифтористой платины да то можно даже получить соли оксигенима то есть кислород ну совершенно нормально для себя степень окисления оказывается плюс 1 2 кислород положительной степени окисления в общем-то для химиков это уже обычное дело хотя в школьной программе мы не часто с этим сталкиваемся и считаем что мы наверное 0 да это конечно для кислорода степени кисли нет за все зависит от того какой силы окислитель используют можно даже получить то есть соединение где элемент скажем так в аномально высоких до или экзотических скорее степенях окисления есть и такое то есть при действии на перекись окисления сильного окислителя мы вытесняем кислород то есть движемся не влево а вправо то есть перекись это ну скажем так сейчас модно говорить атаки оборотень он может быть и чаще всего окислитель до выступает в качестве окислительную может быть и восстановить то есть окислительно-восстановительная Вот с этим явлением тоже вам придется частенько сталкиваться, да и при, я думаю, что вы сталкивались, уже столкнулись с этим, да, то есть видите, что есть элементы, то есть соединение, которое, где элемент и повышает, и понижает степень окисления, или может выступать как окислителем, так и восстановителем, правильно сказать. Ну вот на этом слайде конкретно показано, да, в какой среде, что получается, при восстановлении пероксида, то есть когда он выступает как окислитель, образуется либо вода, либо щелочная среда, щелочь какая-то, ну вот здесь это показано на уровне полуреакции, мы к этому потихонечку подходим, либо же при окислении пероксида, да, в кислой или в щелочной среде вытесняется кислород и образуется либо опять же кислая среда, либо вода, вот, то есть какая-то кислота будет присутствовать. ну вот этот вот слайд важнейший окислитель и восстановители скорее скажем так резюмирует то что уже было сказано вообще то есть запомнить запомнить все эти типичные окислители и восстановители лучше всего проводя то есть записываю уравнение с ними вы сами можете выбрать какой-нибудь типичный окислитель типичный восстановитель и потренироваться вот это лучший способ запомнить это ну если вы где-то на форзаце тетрадик который вы решаете все это запишите выпишите типичный окислитель и восстановитель это хуже то есть хуже от этого конечно не будет будете периодически заглядывать в этот скажем так перечень давайте дадим небольшую классификацию небольшую классификацию кислительно восстановительных реакций это позволит несколько лучше ориентироваться до с чем вы столкнулись в том или ином случае наиболее распространенные наиболее многочисленный класс реакции это межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции вот то есть окислитель и восстановитель это два разных вещества ну тут масса всего пожалуйста йодистый калий если его к нему прилик раствора йодистого калия прилить хлорной воды или пропускать хлор он сразу побуреет этот раствор выделяется и вот вот на любой восстановитель подействуйте под кисленным раствором перманганата да то есть восстановитель одно вещество на данном случае сульфид натрия вот перманганат мы сейчас говорили то есть ну нет надобности даже говорит эти типичный наиболее распространенный кислитель это отдельное вещество то есть это наиболее распространенный класс окислитель и восстановитель это две разные молекулы два разных вещества ну коль скоро есть межмолекулярные есть и внутримолекулярные то есть когда окислитель и точнее элемент который повышает элемент который понижает степень окисления Это элементы, атомы разных элементов, но находятся они в одной молекуле, потому и внутримолекулярной. Вот знаменитая бертолетовая соль. Она при действии, при нагревании подвергается термическому распаду. Каким образом? Хлор понижает свою степень окисления, а кислород, наоборот, повышает. То есть хлор и кислород в составе одной молекулы. Или знаменитый вулканчик. Все вы видели, конечно, красивый опыт. Когда на смену красивым оранжевым кристаллам приходит такая зеленая невзрачная масса. Это не что иное, как переход хрома шестивалентного в трехвалентный. Но возникает вопрос, а кто же отдает электроны? Пожалуйста, аммонийный азот, азот находится в степени окисления минус 3, переходит в молекулярный. То есть повышает свою степень окисления. Все это в составе одной молекулы, одного кристаллического вещества. Бихроматомой. О диспропорционировании я уже сказал. То есть если вы нашли элемент, который повышает свою степень окисления, а больше никто не меняет свою степень окисления, ни один из элементов, пора задаться вопросом, а может быть такое? Может быть такое. Но этот элемент и повышает, и понижает степень окисления. Поэтому требование к этим веществам, которые участвуют в диспропорционировании, заключается в следующем. Элемент должен находиться в промежуточной степени окисления, чтобы была возможность и повысить, и понизить степень окисления. Ну, та же бертолетка, видите, диспропорционирует уже на хлорид калия и перхлорад калия. То есть хлорад калия бертолетка и повышает, и понижает степень окисления. Соединение закисной ртути, как еще так называют, то есть это одноёдистая ртуть так называемая, или диртутные соединения, соединение одновалентной ртути, хотя ртуть здесь всюду двухвалентна. Вот гидраргерум-2-Е2 диспропорционирует на соль окисной ртути, йодистую ртуть и металлическую нульвалентную ртуть. То есть и повышает, и понижает степень окисления. Так же, как хлор, если его пропускать через горячий раствор калия, аж диспропорционирует на хлорид и хлорад калия. Вот. И повышает, и понижает степень окисления. Ну и, скажем так, небольшой класс реакций, не столь, конечно, многочисленный, но такого рода реакции протекают. Обратный, диспропорционированный, когда происходит выравнивание степени окисления. Вот. У нас студенты что делают в одном из опытов? Кипятят медную стружку в растворе купром-флор-2. При этом образуется однофлористая медь. То есть, видите, выравнивание происходит степень окисления у одновалентной меди. То есть, в правой части мы никакой другой меди, кроме как одновалентной, не найдем. Хотя в левой присутствовала и нуль валентная, то есть металлическая, и двухвалентная. То есть, происходит выравнивание степени окисления. Вот. Есть и такой тип реакции, он, скажем так, обратный диспропорционированный, копропорционированный. Ну вот, большинство реакций, которые вам, с которыми вы столкнетесь, относятся именно, вот, принадлежат к какому-нибудь одному из этих типов. Скажем так, каких-то явных исключений я не припомню, но наверняка и они есть. Вот. Наиболее многочисленные, повторюсь, это межмолекулярные реакции. Ну, давайте дальше посмотрим. С чем вы еще столкнетесь, можете столкнуться и сталкиваетесь при написании реакции ОВР. Безусловно, это различные факторы, которые влияют на окислительно-восстановительную реакцию. Начнем со среды. То есть, нужно ли при проведении той или иной и при написании уравнения учитывать среду или создавать ту или иную среду, если мы проводим эту реакцию. В ряде случаев, я бы сказал, это принципиальный момент, потому что какую бы, в зависимости от того, какую среду мы создадим, мы можем получить совершенно разный продукт. Вот, пожалуйста, типичный пример, хрестоматийный, я бы даже сказал, это восстановление перманганата в зависимости от среды. Почему перманганат? Ну, наверное, если не в половине, то в третий случай тех ОВР, которые вам приходится составлять, в качестве окислителя берется перманганат-карин. И вот смотрите-ка, в зависимости от того, подкисляем мы, ничего не добавляем или добавляем несколько капелек в пробирку концентрированной щелочи, картина может быть совершенно разной. В первом случае наблюдается обесцвечивание, если добавить, например, 3-4 капельки, то есть взять капельку перманганата, добавить 3-4 капельки разбавленной серной, потом уже добавить, например, капельку того же сульфида, сульфита, калия. В первом случае происходит обесцвечивание. Во втором случае, когда мы не добавляем кислоты, просто берем водные растворы, выпадает бурый осадок. И, наконец, если мы вносим 3-4 капельки концентрированной щелочи, ну, можно взять калию вашу для простоты, более простого написания, образуется темно-зеленый раствор. Перманганат в данном случае переходит в манганат, то есть как будто бы у нас зеленка в пробирке. То есть я хотел сказать раствор бриллиантового зеленого. Я ко всем обращаюсь, скажите, вот эту схему вы активно используете при написании УВР, ну, независимо от того, вы просто решаете, с кем-то решаете, или будет олимпиада, или просто решение какой-либо замашней задачи, или написание уравнений. Скажите, как часто вы используете эту схему? Ну, часто пригождается. То есть уже был такой опыт, да, в использовании. Поэтому, что я могу сказать? Если вам предлагают написать реакцию с частью перманганата, а может быть и ряда других, сейчас и до бихромата доберемся, там тоже очень часто подкисляют раствор. У вас встречный вопрос, а в какой среде протекает реакция? Потому что в зависимости от этого характер восстановления будет совершенно разным. Если не оговаривается, задания иногда составлены очень, ну, я бы не сказал хитро, а определенным способом. То есть не вносится ни кислота, ни щелочь. По умолчанию мы какую с вами среду берем? Скажите. Смелее. Нейтральную. Нейтральную. А в зависимости, то есть если мы берем нейтральную, значит в правой части уже нужно указывать бурый осадочек. Иногда, если вы даже возьмете гидроксид, то есть подщелачиваете, вносите небольшое количество щелочь, вы все равно можете увидеть. На какой-то момент содержимое пробирки приобрело зеленую окраску, а потом вновь образовался, не вновь, а практически сразу же образовался бурый осадок. Такое может быть. То есть манганаты очень неустойчивые, они разлагаются, диспропорционируют, в свою очередь, на перманганат и двойкись марганца. Поэтому, конечно, лучше всего видеть все это в пробирке, потом подводить уравнение. Если приходится вот так вот сугубо теоретически указывать продукты, то руководствоваться этой схемой нужно обязательно. То есть перманганат в зависимости от того, кислая, нейтральная или щелочная среда, переходит в двухвалентную, в четырехвалентную и в шестивалентную состояние. Вот видите, справа переведены полуреакции, полуреакции, они особенно вот верхние, они настолько часто используются, что уже, например, решив 10 уравнений, эту полуреакцию автоматически записываешь, то есть уже она в голове, в памяти. Концентрация влияет? Безусловно, влияет. И вот здесь типичный пример – это азотная кислота. То есть если мы берем концентрированную кислоту, степень восстановления азота не столь велика. То есть возьми мы какой-нибудь малоактивный металл и концентрированную, преимущественно выделяется бурый газ. Но если мы возьмем ту же концентрированную, уже более активный металл, процесс пойдет глубже. То есть здесь активность в обратном порядке влияет. Может вполне выделиться, например, цинк с концентрированной азотной, уже дать преимущественно ЭНО. Если мы концентрацию уменьшим, то есть возьмем медь и возьмем разбавленную азотную, преимущественно выделится ЭНО. Но с разбавленной цинк уже может дать еще глубже, то есть процесс пойти еще глубже, может дать преимущественно и закисть, азот и азот. И наконец, если мы берем очень разбавленную кислоту и какой-нибудь достаточно активный металл, магниевую стружку, это очень хороший восстановитель. Мы можем процесс восстановления пятивалентного азота провести максимально возможно до минимальной степени кисления минус 3. То есть должен выделиться аммиак, но на самом деле он даже не успевает выделиться, он тут же нейтрализуется избытком азотной кислоты, образуется нитрат аммония. Если вы в реакции, например, магний с очень разбавленной концентрированной кислотой азотной, с очень разбавленной, хотел сказать, азотной кислотой, укажете аммиак в правой части, это не будет ошибкой, то есть любой проверяющий согласится. Если вы указываете соль и аммония, тоже с вами согласятся. Разница в чуть-чуть большем расходе азотной кислоты, то есть на единичку, там, в левой части коэффициент больше азотной кислоты, поскольку аммиак нейтрализуется вот этой вот азотной кислотой избытком. То есть не страшно, если указать аммиак, то есть можно в равной мере указать как аммиак, так и соль и аммония. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, думаю, что и любой проверяющий с этим согласится. Как видите, азотная кислота действует не только на металлы, причем, безусловно, здесь нужно помнить о таком явлении, как пассивация. Очень часто такого рода провокации содержатся в билетах, да, то есть предлагают подействовать концентрированной азотной на холоду, например, на алюминий, на хром. Реакция, можно сказать, почти не идет, но стоит погреть, да, и тут же реакция, в общем-то, запускается. Вот, видите, азотная кислота концентрированно действует на многие не металлы, фосфор окисляется, да, фосфорные, да, серо, да, серные кислоты. Вот, я уже не говорю про какие-нибудь сульфиды, да, которые окисляют, где и металл может поменять степень окисления, и серо, да, сульфидный переходит с сульфатный. Вот, то есть с азотной кислотой нужно, опять же, потренироваться и в целом представлять, как действует и кислота, то есть концентрация, хотел сказать, и активность металла. Вот, еще разочек перейду к 11 слайду. Вот, эту зависимость вы хорошо знаете. Вопрос в том, в какой конкретном случае вам доведется, и, соответственно, как вы допишите правую часть выражения. Еще один момент, который связан с этим. Казалось бы, в правой части мы всегда указываем какой-то один окисел азота, да, вот, на самом же деле выделяется целый букет всего, и даже водорода немножечко там присутствует. Но водород мы никогда не пишем, да, при взаимодействии металлов с азотной кислотой. Вот, его действительно очень немного выделяется, но немножко он выделяется. Вот, успевает израсходоваться на переход одного окисла в другой. Вот, если сходить строго, то в правой части нужно указать несколько окислов. Вопрос, в каком соотношении они выделяются, один к двум, один к одному, три к одному. Вот, здесь уже решает эксперимент. Поэтому, опять же, в этом вопросе вы поступаете сугубо теоретически. Какой-нибудь один окисел указываете, с ним составляете уравнение. В дальнейшем у вас уже будет практика, то есть, например, в правой части нужно будет указать оба окислы, да еще в каком-то определенном соотношении. Тут метод полуреакции замечательно работает, и увидите, что ничего сложного-то и нет. Имейте в виду, что вот с азотной кислотой особенность заключается в том, что есть зависимость и от активности металла, и от концентрации кислоты. Окислительные свойства хромата и бихромата. Скажите, я не… может быть, есть вопросы, я не очень тороплюсь. Все ли понятно на данный момент? Понятно. То есть, с большинством вещей вы уже сталкивались, осталось только отточить умение, то есть, побольше потренироваться и набить руку на уст. Ну, хорошо. Ну, впереди у нас реакция с участием органических соединений, там еще коснемся определенных особенностей. Итак, хромат и бихромат. Эти два восстановителя тоже частенько используются. Это достаточно мощные окислители. Вот, чаще всего восстановление проводит, то есть, реакцию проводят в кислой среде, и здесь и хромат, и бихромат ведут себя, скажем так, одинаково, переходят в соли трехвалентного хрома. Наблюдать за реакцией очень легко. Либо желтое, либо оранжевое. Окраска хромата и бихромата переходит в такую вот зеленую, ярко-зеленую окраску, иногда серо-зеленую окраску, соединение хрома. Но, смотрите-ка, если среда все-таки, реакция проводится в щелочной среде, то здесь возможны различные соединения хрома. Ну, преимущественно оксид, гидроксид хрома трехвалентного. Если среда сильно щелочная, будучи амфотерном, вы знаете, да, он переходит в хромит. И тут можно правильнее, все-таки бы сказал, что образуется гидроксохромит, то есть комплексное соединение хрома. Если все-таки проводится сплавление, да, то возможно, что и метахромит. Вот, но опять же, какую форму вы выберете, я думаю, что и в том, и в другом случае. Выставивы правильные коэффициенты, скорее всего, проверяющиеся согласия системы с другим вариантом. То есть имейте в виду, что среда тоже здесь влияет. Давайте вспомним, что такое степень окисления, хотя, казалось бы, это совершенно банально. Я бы прежде всего сказал о том, что это формальная величина. Она нам нужна. Нужна для того, чтобы уравнять число отданных и присоединенных электронов. Чтобы написать эту схему электронного баланса, здесь она нам нужна. И в этом плане, вроде, переоценить роль степени окисления сложно. Но как это соотносится с валентностью? Я вот попрошу, например, определите, пожалуйста, степень окисления в пероксиде баре. Как по-вашему, какова степень окисления баре и кислорода? Ну, кто-нибудь, смелей. Ну, у баре плюс 2, у кислорода минус 1. Минус 1. То есть вы считаете, правильно считаете, что отправной точкой считается баре. То есть баре, я очень часто вижу, как студент у меня смело пишет. Плюс 4. Ну, конечно, баре плюс 4 быть не может. Хорошо. А как быть с соединением ферм С2? Какова здесь степень окисления? Ну, смелее. Что-то засомневались, да? Феррум 2+. Феррум 2+. А сера тогда? Или все-таки у серы минус 2, тогда у железа плюс 4. Ну, уж больно высока, да, получается, степень окисления у железа. Что-то не то. Хорошо. А что, если взять соединение H2SO5? Как по-вашему? Как здесь быть? Алина, вы как думаете? Я всех приглашаю к обсуждению. H2SO5. Надсерная кислота. Мононадсерная. Ну, кислород минус 2. Минус 2. Водородок. Асмин, 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 минус. Но здесь две молекулы. Ой, то есть два. Водородика плюс, да? Водородика плюс. Тогда на долю серы приходится заряд какой? Плюс 8. Плюс 8. Не может быть такого? Нет. Сер элемент 6. Плюс 7. Ну, получается плюс 8 в данном случае. Так ли? Плюс 8. Да, да, плюс 8. Хорошо. Если мы возьмем соединение калий 2С2О8, то получается плюс 7. А здесь H2SO5 плюс 8. Казалось бы, какие-то запредельные для серы значения степени окисления. Такого быть не может. Серый элемент 6 группы. Максимально, что она может выдать, показать, да, это плюс 6. А тут она оказывается плюс 7 и плюс 8. Вот еще раз хочется сказать, что это величина формальна. Давайте посмотрим на соединение. Вот, пожалуйста, пироксидисульфат или мононадсерная кислота. От серы отходит сколько палочек, черточку? 6. 6. От кислорода всюду отходят две черточки, да, то есть кислород 2-х валентин и водород, как и полагается, 1-х валентин. То есть и овцы целы, и волки сыты. Вот. А между тем степень окисления получается какой-то запредельной. То есть здесь серо 6-х валент, кислород 2-х валентин, водород 1-х валентин. Вот. Тоже касается и мононадсерная. То есть виной всему присутствие вот этого перекисного фрагмента. Не весь кислород, оказывается, минус 2. Так же, как вот здесь, да. Не весь кислород минус 2. Часть кислорода минус 1. Если так, то все остается на свои места. И лед, пожалуйста, посмотрите на степень окисления фосфора в фосфорной, фосфористой и фосфорноватистой кислотах. Плюс 5, плюс 3 и плюс 1. А между тем от фосфора всюду сколько отходит черточку? Везде по 5. Везде по 5. То есть, будучи 5, имея 5 валентных электронов, фосфор демонстрирует валентность 5. А степень окисления совершенно разная. Вот. То есть возникает вопрос. А вот фосфор, который связан с водородом, у этого водородика все-таки какая степень окисления? Плюс 1 или может быть не плюс 1? То есть степень окисления, величина зачастую очень формальна и никак не соотносится с валентностью. Посмотрите на электронное строение, на структурную формулу. Здесь все станет, в общем-то, на свои места. Фосфор всюду 5 валентин, кислород, как и водится, 2 валентин, водород 1 валентин. Вот. То есть очень осторожно работайте с такой величиной, как степень окисления. Я уже не говорю о тех случаях, когда она дробная. Вот. И с дробной приходит степень окисления работать. Все-таки коэффициенты выставить нужно. Вот. Но углерод, вот мы посмотрим, всюду будет 4-х валентин, да, в органических соединениях, как и полагается. Вот. Какой я бы еще вам дал совет? Приступая к написанию реакции ОВР, приступая к написанию реакции ОВР, составьте шкалу окислительных чисел. Вот. Вам сразу будет наглядно видно, куда мы, значит, переходим при окислении и при восстановлении, или какая тенденция, да, преобладает. Вот, например, мы находимся, значит, находимся на отметке сера, да, молекулярной сера. Что с ней можно сделать? Ее можно легко окислить, да, до 4-х и даже до 6-ти валентной. И нужен, ну, скажем так, очень хороший восстановитель, да, чтобы получить серу какую-то, сульфидную, минус 2. И наоборот, находясь на отметке, да, H2S или натрий-2S, мы можем двигаться только вправо, да, то есть можем только окислить это вещество. Так же, как находясь или располагая серной кислотой, вот, если это концентрированная серная кислота, сера может только восстанавливаться, да, дальше окисляться вроде как. И невозможно. Хотя пирог, кстати, сульфаты как раз и получает при окислении сульфатов, да, вот, в условиях, например, анодного окисления, почему серой становится, да, плюс 7 и даже плюс 8. Но это формально, да. А в реальности сера как была 6-ти валентной, так она и остается. То есть еще раз, вот, этот момент имейте в виду. Это очень формальная величина, степень окисления. Всегда нужно задуматься над электронным строением частички. Это полезно во всех отношениях. У меня вопрос. Насколько часто или если приходилось ли вам использовать метод электронной ионы или метод полуреакции, владеет ли им кто, и если владеет, как часто приходится использовать его, не сбиваетесь ли вы на электронный баланс, если какие-нибудь сложные случаи, с какими-нибудь сложными случаями сталкиваетесь. Была ли практика использования метода полуреакции? Если честно, не особо понимаю. С электронным балансом. Электронный баланс. Ну вот, сразу могу сказать. Не было такого. Не было тоже. Не было такого. Вот. Ну, что я могу предположить? Либо на уроках в школе этот вопрос не поднимается. Хотя если, вот, скажем так, мы готовимся и с репетитором, и вообще сами готовимся, нет-нет, да эти полуреакции мелькают, правильно? И возникает вопрос, для чего они? Вот. Сразу могу сказать, что вот если вы этот психологический барьер перешагнете, то есть заставите себя, вот, пусть, что называется, первым блинкомом, да, то есть с трудом, но все-таки вы возьмете на вооружение этот метод, увидите, он вам будет служить верой и правдой. То есть он в самых сложных, казалось бы, случаях, когда электронный баланс бессилен, этот метод позволит вам получить нужные коэффициенты и выставить уравнение. Более того, он обладает предсказательной способностью. То есть какая среда будет, кислая, щелочная, нейтральная. Вот. Правила использования, то есть написание полуреакции, написание коэффициентов, написание уравнений с использованием этого метода очень и очень простые. Вот на этих слайдах, да, я их привел, они есть, естественно, в интернете, они есть в любом сборнике задачи упражнений. Возьмите сборник, например, Хомченко, пожалуйста, там этот метод активно на дюжине примеров рассматривается. Вот. Если вы все-таки воспользуетесь им, я думаю, что это будет большим подспорьем. Я думаю, и время еще позволяет, то есть перед ЕГЭ вы можете его очень даже реально, совершенно реально его освоить и использовать. Вот. Это будет большим подспорьем. Другое дело, что требуется ли выставление коэффициентов в ЕГЭ по этому методу или нет. Но для себя, если вы его возьмете на вооружение, это будет большим подспорьем, поверьте. Вот. Смотрите-ка. Давайте на конкретном примере рассмотрим. Берем реакцию перманганаткалия, взаимодействует с сульфитом натрия. У кого-то вопрос возник? Нет? Берем перманганаткалия, добавляем сульфит натрия в среде серной кислоты. Ну, что мы можем указать уже в свете того, что мы с вами рассмотрели? Перманганат в кислой среде восстановится до двухвалентного состояния. Раз мы используем серно-кислую среду, значит и сульфат образуется, то есть марганец С4. Вообще реакции с перманганатом в какой-то другой среде могут проводиться. Можно взять и азотную кислоту, можно взять и соляную кислоту. Тогда, соответственно, будет нитрат и хлорид. Но реально их не берут почему. Азотная кислота может дополнительно сыграть как окислитель. А вот соляная кислота, хлорид находится в минимальной степени окисления, поэтому перманганат может из концентрированной точно вытеснить хлор. То есть пойдет побочный процесс. Поэтому здесь совершенно таким вот всех устраивающим вариантом является разбавленная серная кислота. Окислительную активность она практически не проявляет, зато является хорошей средой. То есть образуется сульфат марганца, а сульфит натрия переходит в сульфат натрия. То есть он, правда, здесь не указан в правой части. То есть сульфитная сера перейдет в сульфатную. Что еще образуется, честно говоря, не знаю. Многие, скажем так, по инерции пишут молекулу воды. Это, в общем-то, правильно. Но надо следить за тем, что дает метод полуреакции. А он покажет, действительно образуется вода или, может быть, среда щелочная или кислая. Итак, вот первая полуреакция. Смотрите-ка, очень просто. Перманганат переходит в марганец, в катион марганца 2+. Почему я записал перманганат? Марганец плюс 7 такой частички в растворе нет. Это абстракция. Мы ее для простоты пишем. Реально вот окрашенный раствор, окраску раствора придает перманганат ион. Сложный ион, поэтому мы записываем тот ион, который реально существует. Вообще, чем хорош метод? Мы пишем то, что реально существует. Ничего не придумываем, никакой абстракции. Ни марганец плюс 7, ни серо плюс 6, ни что там азот плюс 5. Этого нет. Есть нитрат ион, есть сульфат ион, есть перманганат ион. Мы их реально и записываем. Перманганат переходит в марганец 2+. Возникает вопрос, а что отличает эти два состояния? Здесь кислород есть слева, а справа его нет. Соответственно, возникает вопрос. А какая частичка может акцептировать принятие этого кислорода? В кислой среде эта частичка выступает ион водорода. И он связывает 4 кислорода в 4 молекулы воды. Сколько нам нужно для этого иона водорода? Получается, что 8. И вот если мы теперь сосчитаем заряд в левой части суммарный, 1 минус до 8 плюс – это 7 плюс, а в правой части с учетом нейтральности молекул получается 2 плюс, вот и вам те же самые 5 электронов. То есть, что я хочу сказать. Электронный баланс может к вами использоваться, ну, где-то на полях эту схему недолго написать, проблем нет, для проверки тех электронов, которые у вас в схеме полуреакции. Но метод полуреакции покажет вам в итоге, какая среда получается, как она расходуется, да, и какая среда при этом образуется. Давайте посмотрим, как окисляется сульфид до сульфата. СО3 2 минус переходит в СО4 2 минус. Здесь мы с другой проблемой сталкиваемся. Откуда взять один кислородик, казалось бы, да? Какая частичка может поставить этот кислород? Вот. Поставить кислород могут либо гидроксид ионы, либо молекулы воды. Но в кислой среде гидроксид ионов очень-очень мало. Исчезающе мало, да? Зато воды прут пруди. Поэтому из воды берем этот кислородик и образуется 2 иона водорода. Определяем заряды суммарные в левой и в правой части. Слева 2 минус, справа 0. Получается, нужно отдать 2 электрона. Как если бы сера плюс 4 переходила в серу плюс 6. Минус 2 электрона. Дальше уравниваем число. Подводим баланс вещества и зарядов. Это то же самое, что в методе электронного баланса. Умножаем коэффициенты в первой полуреакции на 2, во второй на 5. То есть уравняли число отданных и посеянных электронов. И записываем то, что у нас получается слева и справа. Смотрите-ка, ионы водорода есть слева и справа, и молекулы воды есть слева и справа. Возникает вопрос, а что, химическое уравнение не сродни математическому? Да, конечно, действуют те же самые правила. Поэтому привести подобные, пожалуйста, очень даже можно и нужно. Сокращаем. Получается, что слева у нас уже только 6 ионов водорода, а справа 8 минус 5 – 3 молекулы воды. И вот красным отмечено уже уравнение. Ну, нужно, по идее, было бы написать уравнение в сокращенной ионной форме, а потом уже в молекулярной. И вот эти коэффициенты можно смело сносить в уравнении молекулярной формы. 6 ионов водорода – это 3 молекулы серной кислоты. И все-таки серная кислота у нас 2 основ. Пожалуйста. Очень похожее уравнение, можете на досуге посмотреть, с бихроматом. Бромистый калий окисляется бихроматом до брома. Хром, как мы уже говорили, становится трехвалентным. Давайте дальше посмотрим. Если реакция протекает в щелочной среде. Здесь уже источником кислорода служит гидроксид ион. А акцептором кислорода служит все та же молекула воды. То есть у нас в щелочной среде есть молекулы воды и есть гидроксид ион. Вот чем приходится перейдить. Давайте на конкретном примере рассмотрим. Смотрите-ка. Берут оксид хрома и сплавляют калийный селитр в присутствии гидроксида калия. Твердый щелочный. Плав из зеленого становится желтым. Почему? Хром 2О3 переходит в хрома 4,2 минус. Заметьте, хром 2О3 записан в молекулярной форме. Почему? Это не электролит. И так же, как в реакциях ионного обмена, не электролиты, мы записываем в молекулярной форме, так и здесь мы записываем целиком хром 2О3. Значит, эту двоечку нужно учесть. То есть при окислении одной молекулы хром 2О3 получается 2 хрома от иона. А откуда взять? Получается 2 на 4. 8 атомов кислорода. 3 у нас есть, да, и здесь 8. Получается, нам нужно не все 8, нам нужно только 5. 5 ионов кислорода способны поставить 10 гидроксид ионов. При этом образуется 5 молекул воды. Как быть с полуреакцией восстановления? Нитрат при плавлении переходит в нитрит. Здесь 3 кислорода, здесь 2 кислорода. То есть нужно добавить что-то, какую-то частичку, которая присоединит этот, казалось бы, лишний кислород. Молекула воды, пожалуйста, вполне может с этим справиться. Присоединяя кислород, она дает 2 гидроксид иона. Подводим баланс зарядов. И что мы получаем? Коэффициенты в первой полуреакции нужно умножить на 3. Во второй полуреакции коэффициенты остаются такими же. Записываем суммарно левую и правую часть выражения, приводим подобные. Здесь 3 воды, здесь 5, значит, справа остается 2 молекулы воды. Здесь у нас 6 гидроксид ионов, здесь 10, значит, слева останется 4 гидроксид иона. Вот, пожалуйста, уравнение в молекулярной форме. У меня вопрос. Понятно ли стратегия этого метода? Конечно, я за 5 минут обо всем не расскажу, но нужно понять, чем действовать. Ну, я думаю, если попрактиковаться побольше, то получится. Сразу хочу предупредить, первые 5 уравнений, вот, вы будете нервничать, что-то будет не получаться, это нужно преодолеть. Потом, уверяю вас, все наладится, и увидите, насколько хорошо метод работает, даже в самых сложных и, казалось бы, случаях не берущихся. Метод очень хороший. Я бы очень был рад, если бы вы... Очень советую вам взять его на вооружение. Ну, еще несколько примеров. Видите, перманганат окисляет сульфид в щелочной среде до сульфата, при этом образуется манганат. Смотрите-ка, марганец О4- переходит в марганец О4-. О2-. Нужна среда? Нет, здесь только перенос электронов. Но если кислорода и марганца и там, и там одинаково, значит, мы ничего не добавляем, то есть эта полуреакция, в этой полуреакции среда не участвует. Хотя эта реакция протекает только в щелочной среде. Даже, я бы сказал, в сильной щелочной среде. А вот переход сульфита в сульфат потребляет кислород, и в щелочной среде 2 гидроксид-иона дают этот кислород и переходит в молекулу ватны. Приводим подобные, если это необходимо. Ну, в данном случае не нужно. И вот, пожалуйста, уравнение в ионной форме и уравнение в молекулярной форме. Быстро и эффективно. Хотя кто-то скажет, а сера плюс 4 в сера плюс 6 – это 2 электрончика, а марганец плюс 7 в марганец плюс 6 – это 1 электрончик. Значит, у марганца 2. Ну, конечно, есть такие случаи, где метод электронного баланса и метод полуреакции, казалось бы, я не хочу сказать в равных правах, уходит столько же времени и столько же сил, как в методе полуреакции. Казалось бы, зачем нужно использовать метод полуреакции. Смею вас заверить, что этот метод, если говорить на перспективу, то есть совершенно не сопоставим с методом электронного баланса. То есть когда перед вами сложное органическое или комплексное соединение, метод электронного баланса, но его очень сложно использовать. Метод полуреакции все это элегантно решает. Сейчас увидим. В нейтральной среде, смотрите-ка, и ионов водорода мало, и гидроксид ионов, поэтому донором кислорода выступает и вода, да, заберите кислород у водички, получается 2 иона водорода. Или присоедините кислород к молекуле воды, получится 2 гидроксид иона. Пожалуйста, вот эти примеры. Например, калий марганца-4 с тем же сульфитом, но уже в нейтральной среде. Образуется бурый осадок марганец-О2, сульфит переходит в сульфат, больше ему, в общем-то, перейти не во что. В данном случае. Перманганат переходит в двуокись марганца, и смотрите-ка, у нас 2 лишних, в кавычках, кислорода. А кто может принять этот кислород? Ни иона водорода нет, его очень мало, 10 минус 7 степени в нейтральной среде. Значит, молекула воды присоединяет эти 2 кислорода, 2 молекулы воды, и получается 4 гидроксид иона. А вот здесь ситуация обратная. СО3 переходит в СО4, 2 минус. Нужен 1 кислород. Заберите этот кислородик у воды и получите 2 гидроксид иона. Получается парадоксальная ситуация. Одна полуреакция сопровождается подщелачиванием, а другая сопровождается подкислением. А каков итог? Кислая среда будет или щелочная? Мы не знаем. Записываем. То есть проводим баланс электронов. Первую полуреакцию нужно умножить на 2, вторую нужно коэффициент умножить на 3. Записываем левую часть и правую. И смотрите-ка, в правой части у нас накапливаются и гидроксид ионы, и ионы водорода. Такого быть не может. Если мы прильем кислоту к щелочи, тут же пройдет реакция нейтрализации. Эту реакцию нейтрализации мы проводим на бумаге. То есть провели эту реакцию нейтрализации, образовалось 6 молекул воды и 2 избыточных гидроксид иона. Сократили воду, причем как? Здесь мы перенесли троечку, да? В правую часть со знаком минус 6, минус 3, получается 3 молекулы воды. Ой, а я вас ввел в заблуждение. У нас же не 3 молекулы воды, у нас 7 молекул воды. Получается, слева-то воды больше. То есть 7 минус 6, это одна молекула воды, должна быть слева. Так оно и есть. Вот, пожалуйста, одна молекула воды. А справа остаются 2 избыточных гидроксид иона. Что это такое? Это не что иное, как калий-ОАЖ. Другого противо-иона у нас нет, потому что весь натрий в составе сульфита перешел в сульфат натрия. Значит, у нас есть только один противо-ион, ион калия в составе перманганата калия. Значит, получается калий-ОАЖ. На досуге посмотрите еще один пример. Опять же, видите, одна полуреакция сопровождается подщелачиванием, другая подкислением. А каков итог? Нужно провести баланс вещества и зарядов, провести вот эту вот мысленную реакцию нейтрализации. Смотрите-ка, в данном случае уже перевес в сторону иона водорода. То есть, получается, при добавлении к сульфату марганца перманганатов в нейтральной среде, среда будет кислая, серная кислота выделяется. Хотя наперед мы не знаем, что писать. Кто-то бы написал калий-ОАЖ и долго бы потом мучился, как выставить коэффициент при калий-ОАЖ. То есть, метод позволяет нам указать, какая среда в итоге образуется. Это огромный плюс. Я бы сказал, что метод автоматически нам, то есть, советует даже нам, даже утверждает, какая среда должна получиться. Вот это многого стоит. Итак, еще разочек резюмируем. Преимущество метода полуреакций оперирует реально существующими ионами. Это огромный плюс, потому что... Ну, не нужно искать степень окисления плюс 7, правильно? И придумывать какую-то степень окисления. Мы записали реально существующую частичку ион или молекулу. Очень важный момент. Учитывает среду? Да. Кислая, нейтральная или щелочная. Вот. Предугадывает среду. То есть, мы в правой части, если не знаем, что писать, то, положившись на этот метод, мы уже сможем уверенно указать, кислая или нейтральная среда получается, или щелочная. А вот что делать, если у нас не два элемента, а три элемента меняют степень окисления? Скажите, пожалуйста, с такими реакциями вы сталкивались или нет? Когда три элемента меняют степень окисления? Нет, не сталкивались. Не сталкивались. А между тем, хорошо, если только три, а иногда и четыре элемента поменяют степень окисления, и тут, в общем-то, метод электронного баланса, что он говорит? Пока дельных, как говорится, предложений от него нет. Скажите, с участием органических и комплексных соединений ОВР вам попадались? Вот в школьном курсе химии или где бы то ни было, может быть, кто-то при подготовке. Да, на органику решали. На органику есть. Ну да, и... Попадали. Попадались. Скорее всего, что и в ЕГЭ без этого не обойдется. Нужно знать, как совладать с этой органикой. Давайте дальше посмотрим. Ну, какого рода органику вы... С какого рода органикой вы можете столкнуться в ОВР? Восстановительными свойствами обладают непредельные соединения. То есть чаще всего это будут алкены. Алкины. Спирты, мы знаем, могут окисляться до альдегидов, а те, в свою очередь, до карбоновых кислот. Дальше уже карбоновые кислоты ведут себя достаточно пассивно. Окислить их сложно, хотя можно. Вот. Если говорить об ароматических соединениях, сейчас дойдем до этого, то заместитель может себя как-то, да, то есть проявить в этих реакциях. А вот бензольное кольцо практически, наверное, останется неизменным. То есть заместитель, да, но не ядро, да, бензольное. И вот смотрите-ка, если брать перманганат калия, то сразу встречный вопрос. А в какой среде? В нейтральной, щелочной или в кислой? И здесь мы уже с вами можем написать. Либо марганец 2+, либо марганец А2, либо манганат калия. Правильно? То есть в этой части уже проще. Значит, нужно акцент сместить на органику, как она себя поведет. То есть, опять же, там, постарайтесь записать для себя схемы. Ну вот, по следам этой презентации. Как себя в целом ведет органика? Непредельные соединения при действии бихромата и перманганата. Причем в нейтральной для перманганата и в кислой среде, для бихромата, но чаще всего кислая среда. Вот. И как ведет себя ароматика при действии перманганата и бихромата? Вот несколько конкретных случаев. Здесь суммарно записаны реакции. Я предлагаю посмотреть, как действует метод полуреакции в органике. Смотрите-ка, перед нами кто здесь у нас? Вот. Итиленовый углеводород, да, замещенный. Первый вопрос. А он диссоциирует или нет? Да нет, конечно. Хорошо, если он и в воде-то растворяется плохо, да, все-таки это неполярное вещество. Поэтому, мало того, и растворим плохо, да еще и не электролит. Мы записываем целиком в молекулярной форме C5H10. А во что он окисляется? Окисление идет, смотрите-ка, с разрывом, кратные связи. Образуется ацетон, и еще у нас образуется уксусная кислота. Вот. То есть кетон и кислота. Кетон, не электролит, записываем целиком. C3H6O. А уксусная кислота слабенькая. Да еще в присутствии серной кислоты у нее и так-то диссоциация протекает на доли процента. То есть тут и вовсе, что называется, диссоциация будет подавлена. Записываем целиком. C2H4O2. Можно написать CH3, COH. Так проще, более знакомо. Можно, видите, брутоформула C2H4O2. Не сразу угадаешь, что это уксусная кислота. Записали. Подсчитали число атомов углерода. В правой и в левой части. Слева 5, справа 3 плюс 2, тоже 5. Дальше вопрос. Будет рассматриваться только в какой плоскости. Как уравнять число атомов кислорода и водорода? И если нужен кислород, а он здесь нужен, то откуда его взять? Кислая среда, источник кислорода только один. Вода. Сколько нам нужно кислорода? У кетона. Вот цитона 1 кислородик, у уксусной кислоты 2. Три кислородика, значит, 3 молекулы воды. И вот здесь нужно очень внимательно подсчитать. Смотрите-ка. Водорода слева 10. И у трех молекул воды 6, 16. А здесь получается сколько? 6 до 4, 10. Получается, что 6 ионов водорода. То есть коэффициент при ионе водорода может быть другим. Он не обязательно берет свое происхождение из воды. Может быть очень часто из органики. Поэтому здесь, что называется, нужно быть очень и очень внимательным. Ага, приуравняли число отданных, то есть число атомов кислорода и водорода слева и справа одинаковым. Все, можно подсчитывать заряды. А заряды-то считается очень просто. Везде одни молекулы, кроме иона водорода. 6 ионов водорода, значит, 6 электронов. Со второй полуреакцией восстановления перманганата в кислой среде мы уже сталкивались выше. Сопоставили эти две полуреакции. Баланс электронов подвели. Записали уравнение в ионной форме. Смотрите-ка, ионы водорода и молекулы воды есть и слева, и справа. Приводим подобные. Слева 15, справа 24 молекулы воды. Сокращаем. Остается сколько? 9 молекул воды остается справа. Ионы водорода. Можно ли их целиком справа сократить? Если вы записали уксусную кислоту в молекулярной форме, значит, на ее долю ничего не оставляем. Все 30 сокращаем. Получается 18 слева. С учетом двухосновности серной, это девяточка. И вот, пожалуйста, коэффициент. Сложнейшее уравнение, но оно за считанные минуты, ну, конечно, нужно набить руку на этих уравнение. То есть потренироваться для сложного уравнения. Громоздкие коэффициенты. Иногда будут и двузначные коэффициенты. Даже частенько, пожалуйста, очень быстро, элегантно и легко вы получаете. Берите на вооружение метод. Окисление алкинов. Ну, какая-то похожая схема существует. То есть идет разрыв СС связи. Получается уксусная кислота, но в щелочной среде она переходит в ацетат калия. А муравьиная кислота, которая может образоваться, она будет достаточно быстро окисляться вплоть до СО2. А в щелочной среде СО2 переходит в карбонат калия. И вот, пожалуйста, два продукта окисления. Ацетат и карбонат калия. Но заметьте, как мы их записываем. Мы записываем продукты диссоциации. Ацетат-ион и карбонат-ион. А алкин записываем в молекулярной форме. Как и водится, все-таки не электролит. Да еще и плохо растворим. Дальше все сводится к тому, сколько кислорода нужно. Два до три. Пять кислородиков. Вот. Для этого, казалось бы, достаточно было бы сколько? Десяти гидроксид-ионов, но выделяется еще один ион водорода, и он нейтрализуется. Поэтому на единичку больше. То есть здесь нужно еще добавить. Ну, такого рода момента они с опытом обязательно придут. То есть вы увидите, да, если мы хотим, этот ион водорода выделяется, мы его нейтрализуем, значит, на единичку больше. Не 10, а 11. И получается уже не 5 молекул воды, а 6. А вторая полуреакция, переход перманганата в манганат, потребляет только один электрончик. Вот и все. И смотрите-ка, сложные достаточно коэффициенты, быстрые и просто, мы получаем в достаточно сложном уравнении. Посмотрите на досуге. Еще примеры. Я хотел дальше сместиться и показать, а что же мы имеем в случае комплексных соединений. Нет-нет, до комплекса они мелькают и в ЕГЭ, да и вообще знать, что такое комплексное соединение для себя. Неважно, где вы будете учиться, вернее, кем вы хотите стать, медиками, химиками, биологами. Химия нужна на этом уровне, наверное, в равной мере всем. Вот, то есть на младших курсах, я уже не говорю про старшие курсы, когда уже будет более сложное уравнение, все равно, вот, с комплексами встречаться вы будете. Как здесь быть? Оказывается, здесь все тоже достаточно просто. Например, растворяем платину в царской водке. Вот, образуется гексохлорплатинат водорода или платинохлористоводородная кислота. То есть с такого чайного цвета раствор образуется. Вот окрашенный ион, это как раз гексохлорплатинат вен. Вытесняется моноксид азота и вода. Как быть с полуреакцией? Реально существующий ион, вот он отмечен красным, это платинахлор-6-2-. Значит, мы его реально вот так вот и записываем. Ничего мы не утрируем, то есть не записываем платина плюс-4 плюс, такого нет. Есть гекс, вот, актоидрический ион, платинахлор-6-2-. Значит, таким его и записываем. Что нам для этого нужно? Смотрите-ка, кислорода здесь нам совершенно не нужно. Вот. А хлорид ион у нас есть в качестве вот лиганда. Есть он у нас, можем мы его использовать, рассматривать как ион среды? Пожалуйста. Беря царскую водку, мы же смешиваем крепкие азотные и соляные кислоты. А хлорид ионов там пруд пруди? Пожалуйста, 6 хлорид ионов. Считаем заряды. Слева только хлорид ион заряжен, 6-, а справа двухзарядный комплексный ион, 2-, 4 электрона. Это равносильно тому, что платина 0 переходит в платина 4+. С полуреакцией восстановления нитрат иона до ионов, вот, лишние два кислородика ионами водорода переводим в воду. Это уже знакомая полуреакция. Уравниваем число отданных и присоединенных электронов, 3 и 4. Записываем уравнение в ионной форме, приводим подобные. Но справа, смотрите-ка, у нас сильная кислота комплексная, значит, на ее долю, на 3 гексохлороплатинат-ионы мы, по крайней мере, 6 ионов водорода должны оставить. Оставляем. Тогда нужно добавить слева к 16, получается 22. И вот эти коэффициенты. То есть в сумме 18 до 4, 22 иона водорода. Еще один пример. Рассмотрите на досуге, то есть как растворяя, например, или взаимодействуя алюминий со щелочью, дает гидроксалюминат. И в этих условиях здесь опосредованно выделяется водород, он восстанавливает нитрат вплоть до омяка. Пожалуйста, но полуреакцию, смотрите, как мы пишем, соединение алюминия в правой части, гидроксалюминат. Это реально существующий йон. Молекулы амяка пишем целиком, нитрат йон пишем целиком. И дальше уже задаемся вопросом, а что делать вот с этим избыточным, да, с тремя кислородами, да, избыточными, и откуда взять 3 водородика? Пожалуйста, вода может и связать кислород, и отдать водород. Еще один слайд, который демонстрирует возможности ОВР. Видите, когда 3 элемента меняют степень окисления. И вот то, о чем я говорил в качестве небольшого домашнего задания. Смотрите-ка, мы берем и окисляем ирид чем? Царской водкой. Железо переходит в комплексную кислоту, сульфидная сера в сульфатную, и нитрат йон восстанавливается до ино. Что делать со степенью окисления? Помните, возник вопрос. Либо железо плюс 2, тогда сера минус 1, или сера минус 2, тогда железо плюс 4. Трудно? Трудно. То есть сразу здесь же это не имеет никакого значения. Феррум С2 не электролит, записываем в молекулярной форме. А справа что мы записываем? Комплексный йон, пожалуйста, феррум хлор 4 минус, и сульфат йон знакомый нам, С4 2 минус. Все-таки серная кислота сильная. И дальше, смотрите-ка, ищем источник кислорода и хлорид йонов. Пожалуйста, нужно 4 хлора, да, 8 атомов кислорода из 8 молекул воды. Получается 16 йонов водорода. В полуреакции участвует 15 электронов. Может быть такое или нет? Скажите, пожалуйста. Больше 8 электронов может участвовать в полуреакции? Не думаю. По правилу актета не может быть, но это в расчете на один атом. А у нас здесь может быть, сколько атомов меняется у степени кислорода? Три атома. То есть максимально возможное число 3 на 8. 24 электрона могли бы, казалось бы, быть использованы в полуреакции. А у нас только 15. Значит, все получается в пределах правил. Записываем уравнение в йонной форме, приводим подобные. И вот, пожалуйста, в сложнейшем уравнении появляются коэффициенты. Дома мне бы хотелось, чтобы вы на, казалось бы, сложное, незнакомое уравнение, за которое браться страшно, сами выставили коэффициенты. Там, где знаки вопроса, поставьте нужные числа. Потом уравняйте, подведите баланс электронов. Баланс электронов. Приведите подобные и получите коэффициенты в уравнении в молекулярной форме. Договорились? На данный момент скажите, какие есть вопросы. Да нет особых вопросов. Нет особых вопросов. Понятно. То есть, видите, может быть, я говорил о банальных вещах, но, опять же, это такие вещи, просто я располагаю статистикой, вижу, как студенты справляются с реакциями УВР. То есть, где подводные камни, на чем чаще всего спотыкаются. То есть, казалось бы, все просто. Раз, посмотрите, где окисление, где восстановление. Написали вы уравнение, посмотрите, есть ли у вас восстановление. Посмотрели внимательно, ага, окисление есть, а восстановление-то и нет. И вот здесь начинается самое интересное. Берут и пишут иногда просто водород в правой части. Извините, вода у вас есть, и дальше водород некуда деть, пишут молекулярный водород. Очень ограниченное количество реакций дают молекулярный водород. Очень ограниченный. Для этого нужно иметь очень активный восстановитель, например, цинк. Что еще? Там активные металлы в щелочной, в кислой среде. Металлы даже средней активности в кислой среде могут вытеснить водород. А если у вас реакция с участием перманганата калия, и вы действуете на какой-нибудь восстановитель, водород в правой части писать уже вроде как. То есть, здесь нужно не придумывать новое соединение, а уравнять. И вот метод полуреакции вам здесь как раз хорошо, очень даже хорошо, значит, сослужит добрую службу. Он и покажет, какая среда, и главное, учтет среду в левой части и покажет, какая в правой. Возьмите на вооружение, не прогадаете. Буквально вот у меня есть, я смотрю, несколько минуток, две минутки. Какого рода задания в ЕГЭ? Я заглянул в ЕГЭ и нашел следующее задание. Я попробую, я зачитаю его. Вот, это сборник 22-го ЕГЭ-2022, то есть свежайший, можно сказать, сборник. Итак, даны вещества. Оксид железа-3, гидроксид калия, нитрат натрия, сульфат меди-2, ягид свинца, очевидно, двухвалентного и силикат кальция. Спрашивают, из предложенного перечня выбрать вещества, между которыми окислительно-восстановительная реакция протекает с образованием нескольких веществ, в том числе сложного вещества темно-фиолетового цвета. Выделение осадка или появление запаха в ходе этой реакции не наблюдается. В ответе запишите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с участием выбранных веществ. Вот смотрите-ка, даны признаки реакции. Конечно, у нас, мы еще не можем сказать, то есть ориентироваться по признакам реакции. Для этого нужно, извините, несколько лет ходить в лабораторию и знать, как окрашены те или иные вещества. Ну, что я могу сказать? Глядя на список типичных окислителей и восстановителей, попытайтесь из этого списка выбрать потенциальные окислители и восстановители и составить возможные реакции. Ну, вот только так и пока получается. Потому что ориентироваться только на признаки реакции, хотя вот в случае с перманганатом это вполне очень возможно. Мы знаем, что происходит обесцвечивание в тени бурого осадка или появление, то есть смена вишневой окраски перманганата на зеленую. Здесь мы можем сориентироваться. Вот. Все ли понятно на данный момент? Да, все понятно. Я думаю, если попрактиковаться, то мы больше разберемся в этой теме. Это замечательные слова. Я очень надеюсь, что вот вы первые пять реакций, пусть они будут не очень получаться, вы преодолеете этот момент, а дальше увидите. Метод работает буквально в автоматическом режиме. Вы будете только, что называется, от случая к случаю, как говорится, радоваться тому, как метод вам, что называется, преподносит эти коэффициенты. Это не побоюсь этого слова. Именно преподносит коэффициенты уравнений, потому что... Ну, в общем, берите на вооружение, не прогадайте. Ну, тогда мы на сегодня заканчиваем. Встретимся с вами уже весной, рассмотрим такой вопрос, тоже очень важный, как способы выражения концентрации растворов и порешаем задачки на растворах даже повышенной сложности. Это тоже момент, который обязательно будет на ЕГЭ. Так что хочу пожелать вам успехов при подготовке к ЕГЭ. Это важно, то есть уметь выставлять коэффициенты даже независимо от того, что мы сдаем, где мы участвуем, пишем. Это нужно уметь всегда, да, если мы работаем в области химии. Ну, успехов тогда всем. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.